Аминь. Истворение святителя Анатолуста, истолкование на второе послание к фессалоникийцам. Не будем избегать речи о гиенне, чтобы избежать гиенны. Не будем избегать напоминания наказаний, чтобы не подвернуться этому наказанию. Если бы тот богач помышлял о том огне, то не согрешил бы. Но так как он никогда не приводил себе его на память, то и впал в него. Скажи мне, человек, когда настанет для тебя время явиться в предсудилище Христова, уже ли тогда ты будешь говорить о всем, только не об этом, не о гиенне? Когда у тебя есть дело в суде, часто даже не стоящее того, чтобы о нем говорить, то ты и ночью, и днем, во всякое время и всегда ни о чем больше не будешь говорить. Как только об этом деле, между тем, имея дать пред Богом отчет в целой жизни и подвергнуться ответственности, ты не можешь перенести даже этого, даже того, чтобы другие напоминали тебе о суде. От того-то все и стремиться, все и стремиться к погибели и растлению. Что мы, когда приготовляемся предстать предсудилище человеческое, по поводу житейских дел, все приводим в движение, ко всем обращаемся с просьбой, постоянно беспокоимся об этом, все делаем, что только нужно для этого. Между тем, имея в скором времени предстать на суд Христов, мы ничего не делаем ни сами лично, ни через других, не умоляем судью. Несмотря на то, Он дает нам много времени для приготовления и не призывает нас внезапно среди грехов. Напротив, дает нам возможность освободиться от них. Его благость и человеколюбие не оставляют без внимания ничего такого, что с Его стороны можно было бы сделать. Мы же с нашей стороны ничего больше не делаем, и потому подвергнемся большому наказанию. Но да не будет этого. Поэтому, умоляю, образумимся, по крайней мере, теперь. Будем иметь пред глазами гиенну, будем помышлять о неизбежном будущем наказании, чтобы, размышляя об этом, мы и зла избежали, и стяжали добродетель, и сподобились получить благо, обещанное любящим Его. Благодатью человека любим, Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава вовеки. Аминь.